всем привет как-то в комментариях у меня спрашивали как создавать звуковые так скажем волны в своей игре почти реалистично и ближе к 3 play играм вот эта система soundscape нам помогая будет помогать так скажем создавать такой видимость такой видимости во первых давайте зайдем в плагины нам необходимо так набираем soundscape и мы естественно находим плагин он находится в бета-версии soundscape плагин нажимаем галочку перезагружаем наш движок я уже включил я сейчас перезагружать не буду и что у нас теперь появляется здесь я записал так скажем 3 звуков файла которые мы будем воспроизводить на данном уровне всего лишь некоторые такие скажем части вы можете создавать их практически в больших количествах и это вам поможет теперь нам необходимо создать data table то есть таблицу данных но здесь мы будем выбирать из нашу строчку gameplay tag table roll выбираем ее давайте назовем детей саунд скей пусть это будет так называться заходим в эту таблицу здесь у нас появляется несколько строчек да нам в основном нужно вот это добавляем сюда новую строчку и давайте sound escape здесь я ошибся набираем до soundscape . ну давайте выберем forest то есть мы создаем тег геймплейный тег soundscape . forest ну в данном случае soundscape это у нас будет типа под групп группа forest у нас будет под группа также мы можем еще сюда какой-нибудь накидать давайте возьмем просто скопируем это и есть здесь мы ее просто приименуем за место forest мы создадим другой тег пусть это будет road то есть мы вот создаем сейчас две позиции по сути делаем сохранение таблицу данных можно теперь закрыть все остальное заполнять не надо и теперь мы заходим project setting здесь есть такая вкладочка в project геймплей так здесь есть у нас также геймплей так тейбл лист давайте добавим сюда элемент и выберем нашу таблицу наша таблица называется детей soundscape и здесь вот у нас появилась вот такая вот структура небольшая и здесь как видите у нас виднеется soundscape forest и road с отдельными так скажем частями видите это у нас главенствующая часть это у нас под части так скажем то есть они у нас появились и мы теперь можем зайти в геймп здесь есть вкладочка soundscape нам сюда нужно добавить полет то есть палитры но их для начала нужно создать давайте создадим это у нас мы заходим в аудио и soundscape здесь есть палит есть кава нам нужны и палит и кавор будет сюда поставить назовем это так пусть это будет палит нижнее подчеркивание forest чтобы мы знали что это такое далее также заходим в аудио закидываем сюда кавор пишем пусть будет forest так . нельзя ставить здесь нижнее подчеркивание и теперь у нас есть и кавор и палит теперь мы заходим в палит давайте зайдем там нам нужно будет во первых нажать edit да и здесь есть root exception мы выбираем все теги в матче так скажем да и выбираем наш тег данном случае forest так как это у нас пилит forest будет делаем сохранение здесь тоже сохраняем по сути можно закрыть хотя нет нам не нужно закрывать мы еще до должны сюда и добавить кава наш кавор этой кавор forest здесь есть значение да вот кавор валью это громкость кавор пич это у нас это так скажем подачи да и вот здесь типа заглушение и это появление небольшие но мы их сейчас редактировать не будем если что вы можете поиграться посмотреть насколько это все хорошо влияет я с этим работу очень мало так что давайте зайдем теперь наш кавор сюда мы выставляем наш саунд то есть тот звук который мы будем воспроизводить в данном случае вот у нас звук есть форст мы можем создать киев форскую зайдем сюда да и мы можем этот звук поднастроить допустим выделяем наш аутпут там включаем аттенуэйша настраиваем его значение да то есть какие-то радиусы прям отличного звука там с небольшими заглушениями и так далее то есть на удаление здесь тоже нужно редактировать свои значения потому что все зависит от того звука который вы внесли движок если он тихий у вас тут необходимо увеличивать громкость допустим либо пить чуть-чуть подкрутить если там какие-то нюансики у вас по вам не нравится какой-то этот тональность так скажем еще что нить естественно вот эти радиусы выставим от 100 допустим до 1000 что-нибудь такое ну может быть даже до полторы здесь уже мы особо ничего крутить не будем просто вот так вот поднастроили теперь мы можем поставить его сюда и в данном случае сохранить и как видите здесь у нас есть большие количество настроек рандомизировать громкость до наших значений также рандомизировать вот получается вот этот шаг подачу вот эту ерунду вы тоже можете подоставить потестировать чем меньше вы изменяете значений тем вы конкретнее можете понять то есть если вы сейчас поставите вот это вы поймете да то есть звук это выключите включить эту поймете как она работает выключаете то есть по одной проверяете fate value это у нас получается исчездающий объем появляющиеся так скажем минимальное значение максимальное значение появления да то есть здесь у нас это все находится скорее всего дистанции до duration или значение времени скорее сюда же а до ауцы тайм тайм все правильно это время то есть здесь вы по вы задаете определенное значение появления каких-то небольшого сглаживания да и так далее так давайте я все таки оставлю пусть она звучит вот это я не понимаю что это такое рандомизировать начальное время поиска что это на что она влияет не игрался с этим значением далее что у нас ограничить продолжительность воспроизведения мы можем поставить да и допустим задать какое-то время максимальное и минимальное если вам там не особо нравится в конце какие-то звуки да то есть вы можете его ограничить далее у нас здесь есть спаун бхавер это поведение спавна тут у нас много всяких значений как задержка первое появление можете поставить там на какое время задержать появление вот это у нас необходимо обязательно поставить потому что если у вас один раз звук воспроизведется и он затухнет то есть в этой локации вы будете находиться и он у вас затухнет и не будет воспроизводиться заново если конечно вы не поставите саунку галочку да вот лупинг но я не знаю будет ли она работать с этой системой но это тоже надо снова тестировать то есть вот такие вот малейшие нюансы могут затруднить время производства далее у нас тут минимальная задержка максимальная задержка естественно максимальное количество порождаемых элементов то есть вы можете здесь создать четыре порождаемых элемента вот этого форес да допустим этим я не буду здесь играть так у нас здесь минимальный спаун давай то есть это да между заканчивание первым воспроизведение звука и вторым у вас от одной до трех секунд может какой-то какая-то задержка данном случае я поставлю нулевые значения то есть между первые и второе воспроизведение у нас будет ноль то есть он как будто бы постоянно играет и здесь у нас есть дистанция спауна минимальная максимальная тоже поиграйте поймете в зависимости как она это все будет работать в данном случае я не знаю представим что это где-то от 100 до пусть пусть будет до 600 там посмотрим как это будет работать заодно ну и ниже у нас это всякие значение как максимальному расстояние появления угол появления там зажим по высоте по типу всяких нюансов я эти с этими ничем не работал не могу ничего подсказывать здесь уже все на ваше усмотрение вот эти настройки они вам как раз таки помогут создать такое это рандомизированное так скажем значение появления и и лучше даст понимание структуры далее у нас здесь есть трейсы не понимаю как они работают но надо это все тестировать то есть векторный трейс и где появляется показывать не показывать в общем дистанция определенная здесь уже я не смогу вам ничем больше подсказать давайте сохраним эти настройки так forest мы уже принципе тоже сохранили можем закрыть да и давайте создадим еще вот на эти народ и на музыку музыку мы кстати можем допустим вот этот звуковой файл прямо поставить нашу палету где она у нас вот она прямо сюда то есть мы добавим но нужно создать cover то есть именно настройку того звука который мы хотим оставить давайте просто дубликат стрелы и это у нас будет power sound зайдем сюда выставим значение наш так это у нас там как с music да вроде как на с music давайте здесь выставим volume я не знаю 0 5 подобное чтобы было корректное понимание будет ли отрабатывать настройка звука здесь либо можно в самой палете вот здесь настраивать то есть действительно очень большое количество настроек и они схожи и давайте еще создадим новую палет тоже делаем дубликат назовем это не forest a road так как мы в таблице создали две строчки то есть мы две палеты как раз таки будем воспроизводить по ним теперь так forest мы можем закрыть палет роут откроем и смотрите на вот эти мы значение сейчас давайте удалим наши colors то есть наши звуки и отредактируем наш тег который мы выбирали в прошлый раз да то есть мы выбирали forest теперь мы создаем для road выбрали по ее sound sounds кейп роут сейф вот она есть сохраняя теперь sounds кейпе давайте мы уже создали две штуки полеты и добавим их сюда это у нас полет forest и полет road все здесь project settings нам по сути больше ничего не надо то есть мы настроили теги вот они уже существует просто здесь надо было включить таблицу больше ничего не надо было делать а здесь нам надо было включить полеты закрываем project settings и в поле то мы добавляем кавер и здесь нам нужно создать наш кавер который будет уже относиться просто дублируем то есть мы по сути все те же самые настройки сохраняем для всех значений давайте power road будет называться зайдем сюда и заместо нас нашего forest мы добавим road там звук так и называется road и значение звука мы можем допустим 0 8 поставить здесь у нас по сути то же самое да по повтор через постоянный и без перерыва можем настроить с перерывом давайте на дороге можем настроить от 10 секунд до там не знаю до 12 пусть так будет чтобы мы понимали и и закрываем здесь мы устанавливаем наше color road ставим по сути мы сейчас все это настроили на данный момент нам нужно лишь создать наши объемы где мы будем воспроизводить эти звуки для этого мы зайдем в place actor зайдем валью и здесь есть такие штуки как триггер вальем но естественно вы те знаете что такое триггер да то есть мы создаем какой-то объем давайте чуть выше взлетим расположим допустим в таких вот в пропорциях на на всю лесную часть представим да вот это у нас будет звук леса можем настроить нашу коллизию допустим не кубическую чуть чуть ниже прокрутим и во вкладочке brush settings есть у нас допустим значение как допустим цилиндр то есть мы вот вот эту круглую часть создаем настроим радиусы этого цилиндра в данном случае нам подойдет и допустим дорогу то есть если мы создаем новый триггер тоже как-нибудь растягиваю пусть это будет у нас триггер воспроизведения звука в дороге мы можем совмещать эти триггеры то есть мы можем находиться и в этом триггер и в этом одновременно и будет два звука воспроизводители либо 18 ну сколько вы настроите именно своих палетах допустим forest я настроил да вот у нас здесь находится два звука это минимум два звука точнее минимум один звук но я настроил себе два то есть если мы вот здесь вот будем находиться вот в этой части у нас будет сверху пересекаться и на наш триггер по лесу и триггер по дороге давайте чуть-чуть приподнимем так чтобы у нас все это в одном примерно в одной высоте об одном объеме было и теперь заходим на blueprint уровня open level blueprint у нас сейчас выделен триггер дороги нажимаем правой клавишей это event триггер вольем да и делаем коллизию то есть от беги на веру а то есть мы теперь при пересечении данной коллизии будем выполнять какое-то действие ну и добавляем такое же действие только при выходе из коллизии теперь мы берем нашу get sound так нажал get sound escape subsystem вот она у нас сразу выходит soundscape subsystem и вытаскиваем необходимые ноды как set state это при входе нашу коллизию мы выставляем и clear state мы выставляем при выходе из нашей коллизии далее выставляем наши state и в данном случае это наши теги так это мы сейчас на дорогу настраиваем значит мы выбираем нашу дорогу и здесь тоже самое выбираем нашу дорогу давайте выделим теперь коллизию нашего леса и выполним такие же действия только уже на этот триггер беги на оверлап и беги на эту меру можем по сути вот это все скопировать либо создать какую-нибудь функцию либо макрос для быстрого быстрой подачи вам необходимых значений и мы теперь просто переключаем на forest в данном случае здесь то есть мы здесь не будем проверять то что это персонаж зашел или нет просто сразу воспроизводим если необходимо можете проверить то что персонаж если у вас какие-то будет проблемы воспроизведения и все давайте запустим все это действие делаем сохранение потому что могут немножко подглючить иногда при изменениях project settings да вот этим саундскейп и когда вы ставите палец и либо теги иногда движок просит перезагружаться естественно обязательно перезагружаемся перед тем как запускаться допустим сейчас мы находимся вне коллизии у нас звука не будет воспроизводится залетаем коллизию леса и как вы слышали были какие-то такие небольшие стуки трески это возможно мы не на про неправильно настроили звук и как слышите у нас есть звук леса это пение птиц какие-то щебетания еще что-то и звук музыки такой тихий потому что мы поставили там громкость 05 давайте перейдем ближе к дороге и здесь у нас появляется звук дороги и одновременно играет звук леса то есть из-за того что у нас коллизии здесь пересекаются я сейчас к сожалению их показать не могу иначе движок скорее всего украшается потому что сейчас и начнет колиза показываете и деревьев и ванскейпа и так далее то есть нюанс много может быть и если мы будем вот так минут 10 сидеть у вас звук будет постоянно если вы поставили галочку которая называлась континью с респаунда там или в что-то подобное как-то она называлась так теперь давайте если мы начнем вылетать из нашего до леса у нас звук из коллизии мы вылетели и звук естественно перестал и вот так вот у нас есть небольшие нюансики давайте сейчас вызовем наш нажмем тильду и мы сейчас как раз таки посмотрим как мы можем отслеживать так скажем изменения это дебаг пишем а у . дебаг далее у нас сейчас я его найду здесь дебаг sound пробел единица и у нас вот появляется вот такая вот значение то есть сверху вы можете увидеть сейчас я на мышку включу 0 1 это у нас мюзик если мы залетим в коллизию где у нас еще и дорога и у нас появится здесь еще и дорога то есть и здесь также по я показывает длину треков или это не длину или это дистанция точнее до точек появления сейчас мы напишем новую строку дебага это а у 3d визу визуаль и ней был пробел единица и мы видим наши точки генерации звуков если мы сейчас вот сдвинулись да у нас . пропала она появилась в другом месте мы сейчас ее найдем попробуем просто ее плохо видно на темном она быстрее бы увиделось так так я немножко не вижу так и не нашел я эту точку ну как ведь а вот музыка видите куда у нас двинулась сюда она стала формироваться так где же forest вот в таком режиме давайте посмотрим потому что я не вижу а вот она у нас под земли под землей скались а нет просто не видно есть то есть эти точки в нас перемещается если сейчас она зеленая она работает до красная эта точка перебыв приближается ближе к вам перемещается и звук естественно смещается в эту же сторону и когда вот эти происходит смещение звук у нас заново начинает воспроизводиться и желательно поставить такой звук который не будет слышно повтора вот ну как в данном случае как у меня получилось и вот у нас сейчас появилась дорога так вот она дорога . да если я смещусь уже . фореста сместилась и так теперь дорога я не вижу где она дорога сзади меня вот она уже сместилась здесь в общем вот такие вот нюансики то есть при смещении каких-то значений вы soundscape будет следовать за вами естественно это будет такой по сути это задается фоном то есть вы можете создать такие фоновые звуки для своей игры более конкретные какие-то да там точечки выставлять именно обычными звуками которые вы допустим эктором или еще что-нибудь там выставляете на этом все консольные команды я буду писать и в описании и также на видео а на этом с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока